Амуры. Акто-то выскочил. Приехал в нужное место, в нужное время. Само название выделяет эту рыбу из числа других. Я знаю, что в разных водоемах и поведение этих рыб разное. На примере крайней моей нырялки на Днепре расскажу о своей технике охоты на этот желанный трофей. Конечно, красивая рыба. Ничего не скажешь. Днепровой настоящий амур. Большая редкость для нашего региона. В основном связано это с тем, что общее их количество довольно небольшое. Ну а также и потому, что во время их летнего распределения по реке у нас очень плохая видимость. Она недостаточна для того, чтобы успешно подойти к этой осторожной рыбе. Но именно в зимний период, когда хороший прозрак, лично мне удалось подобрать к ним ключик. Амуры это чистые пелаги и любят быструю струю. А уже на течении выбирают резкие выходы с глубины. Именно мелкие бугры с большим количеством камней вот, на мой взгляд, самое настоящее амурье место. В основном всегда амуров сопровождают судаки. Иногда вместе с лещами. Причем почему-то судаки мелкие, а лещи крупные. Ошибка многих это стрельба по судакам. Ходовые амуры очень чувствительны и не дают сделать больше одного выстрела, ну максимум двух. Поэтому вывод прост. Хотите увидеть амура, не шумите и не стреляйте по судакам. Используйте их для себя как своего рода подсказку. Так получилось и в этот раз. Подходя к месту, я услышал уже под водой какое-то движение, какой-то шум рыбы. Пропустил кучу лещей, кучу судаков, ведущих под ними. Течение начало меня сносить и вышел вот такой амурчик. Еще один ключевой момент. Если место потенциально интересное, не ныряйте на него сверху, так сказать, на голову рыбе. Нырните со стороны, сбоку, а лучше всего выше по течению. Пусть вас течение как бы стянет на эту точку без лишних движений и колебаний. И тогда ваши шансы заметно возрастут. Будут амурь есть шашлыки. Ну на скидку больше 10, я думаю, может быть даже килограмм 12-13. Мне очень интересна эта рыба. Я поделился с вами своим способом. Друзья, если у вас есть какие-то личные наблюдения, пишите, я думаю, всем будет интересно.